друзья мои приветствую вы как всегда на канале про недвижимость самом добром канале на свете где ваш покорный слуга алексей азаров вещает всегда добро красоту и какой-то кайф от жизни я уже более 12 лет вам объясняю что необходимо к нам приезжать жить радоваться жизни отдыхать душой телом потому что италия это что-то очень красивое необузданное неизведанное в италии около 80 процентов всей мировой культуры поэтому быстренько собрали чемоданы ко мне приехали покупать недвижимость но в этом году я решил открыть новую рубрику она будет касаться миграции в италии то есть купить недвижимость это хорошо но еще нужно сюда переехать жить что переехать жить для этого я подготовил более 20 серий но опять-таки это будет зависеть от вас большая к вам просьба напишите что бы вас заинтересовало интересует для того чтобы переехать какие может быть нюансы у кого-то и я бы это разобрал подготовился и у нас безлимитный тариф поэтому 20 сериями это бы не заканчивалась публика можно там 40 50 без права без проблем в этой рубрике учитывая что недвижимость в италии очень сильно связано с видом на жительство потому что когда вы покупаете недвижимость в италии есть такой термин называется примаказа где когда подписывать нотариальный акт будет такая фраза типа а джо рациона фискале то есть налоговые льготы которые вам предоставляет государство если вы пропишетесь не сделаете резиденцию в данном месте который вы покупаете данные движимости то ли это апартаменты то ли виллы ни разу без разницы вот и чтобы получить резиденцию и в течение 18 месяцев выполнить свои обещания так как вы обещаете течение месяца 18 месяцев получить резиденцию в данном месте жительства вам необходимо получить вид на жительство то есть что получить резиденцию вам необходимо получить вид на жительство что получить вид на жительство вам необходимо получить визу д чтобы получить визу д нужно понимать по какому мотиву вы собираетесь или планируете переехать жить в италию вот что такое национальная виза д разберем какие бывают мотивы как получить и н.н. с этого будет наша первая рубрика что такое итальянский н.н. в следующей серии что такое как подать на вид на жительство как получить вид на жительство что такое интеграционный договор для чего он нужен как сделать резиденцию как получить властиковую карточку в полиции печатки пальцев в общем все 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 потихоньку с вами разберем также разберем налогообложения в этой большой рубрике иммиграция в италии разберем как получить постоянный вид на жительство как сдавать экзамены что такое префектура в италии для чего она нужна квестура разберем как получать нулаоста для получения вид на жительство лавора утонова самозанятость разберем с вами принципе все виды на жительство будет отдельные серии каждое вид на жительство отдельно потому что общая тема на 40 минут это неинтересно я где-то вот делать ролики по 10 минут чтобы они уставали от юридических терминов или каких-то нюансов поэтому каждое вид на жительство у каждого вид на жительство будет свои вопросы от вас естественно меня ответы кому необходима помощь по виду на жительство этим мы занимаемся уже 12 лет пишите в личку который будет указано внизу мы вам поможем опять-таки в описании ролика будем всегда прислал прикладывать какие-то нормативные документы касаемо этого той или иного вида на жительство как получить также разберем карты идентина внутренние удостоверения личности в италии принципе достаточно обширная тема у нас с вами будет я подготовился пообщался и с адвокатами потому что адвокаты в принципе да нужны но в основном как я считаю это мое личное внутреннее мнение когда если у вас возникают отказы да то есть опять таки разберем почему бывают отказы как их оспаривать в суде лацию какие бывают виды отказов что это значит сразу забегая вперед если вы получили отказ здесь нет ничего абсолютно страшного потому что всегда отказы мы можем опротестовать даже сейчас виза c я бы тоже хотел рассмотреть немножко отойду в сторону визу сейчас к сожалению в двадцать третьем году но в принципе 22 уже в концу очень плохо выдает консульство италии как минимум берется 15 дней на рассмотрение особенно плохо выдается молодым людям до 30 лет часто бывают отказы вот я не занимаюсь этим визой целью мы занимаемся только видами д это для своих клиентов которые покупают у нас недвижимость или арендует на длительный срок виллы или апартаменты так вот я делал сейчас своему племяннику визу c ну думал как бы ничего страшного нету виза c как бы но сейчас во первых там электронная очередь и как раньше там пришел подал там за три дня получил такого нет тут даже за деньги чтобы электронная очередь не стоять где-то это стоит 30 тысяч у кого-то 40 тысяч рублей мы получили отказ и так у ничего все здравствуйте за что это то есть мы сдаваться не любим написали весьма на имя консулу предоставили еще больше документов объяснили кто мы этому зовут алексей азаров я тут живу 12 лет мы вещаем уже про италию поддерживаем опять-таки марма ваши уважаемый консул практически коллеги потому что мы помогаем сюда переехать и показывают насколько италия добродушна ко всем и гостеприимно вот ну естественно три дня назад мы получили визу c вот большое спасибо также рассмотрим все вытекающие последствия в получении резиденции на основании резиденции вы получаете карты деньги там внутреннее достижение личности в италии после того как вы получите данный документ вы уже можете получить право получить купить машину дату яхту вертолет что угодно то есть все все от нюансы от начала от получения и н.н. пройдемся немножко по покупке недвижимости и разберем досконально все нюансы касаемые иммиграции в италию большая к вам просьба написать интересные вопросы сам интересного просто мы рассмотрим в этой рубрике вот даже скажу спасибо тем кто задал задал эти вопросы как всегда всего хорошего прекрасного настроения фортуна нашей стороне пока